Члены партийного проекта «Народный контроль» с группой активистов побывали в нескольких торговых точках города. Особое внимание обратили на то, как продавцы соблюдают запрет реализации несовершеннолетним напитков энергетиков, никотиносодержащей продукции, а также жиженого газа. Об итогах рейда расскажет Дарья Бугаева. В последнее время школьники часто становятся жертвами злоупотребления наркотическими и токсичными веществами. В погоне за новыми ощущениями современные подростки ничуть не уступают своим сверстникам из лихих 90-х, а может и превосходят их, ведь для получения кайфа они используют совсем неожиданные предметы, например, зажигалки и баллончики для их заправки. Гонять за эффектом галлюцинации они часто теряют сознание и тогда уже не могут самостоятельно регулировать процесс дыхания газа. В результате отравление приводит к потере сознания и последующей смерти. Борьба с токсикоманией на Ямале была начата этой зимой. Тогда регион принял законопроект, направленный на противостояние снифингу. Позвучная продажа и распространение углеводородный газ, жиженый углеводородный, тоже по закону ЯНАУ, 4 зала, запрещено продавать детям до 18 лет. Профилактическая работа с проблемой не прекращается и по сей день. Народный контроль в очередной раз посетил магазины города, дабы проинформировать их владельцев об административной ответственности за продажу товаров данной категории несовершеннолетним. Просто проинформировать, еще раз напомнить о том, что у нас существуют данные запреты, чтобы кассиры, которые работают в магазинах, на предприятиях, соблюдали, помнили об этом, что лучше лишний раз переспросить, какой возраст, уточнить, взять документы для подтверждения. Запрет распространяется на курительные смеси и энергетические напитки. Организациям придется выплатить 50 тысяч рублей за нарушение закона. Физические лица заплатят до 10 тысяч рублей. Сегодня мы выехали в рейд не только по поводу электронных сигарет и снюсов и газов, но и у нас на сегодняшний день существует в Российской Федерации такое понятие «маркировка». С 1 июля в список обязательной маркировки вошли не только табачные изделия и лекарственные препараты. Уникальная метка теперь необходима и для обуви. С целью проверить товар на знак качества, народный контроль пошел подходящий магазин. На той же коробочке у нас честный знак. Через специальную программу на своем смартфоне любой может проверить товар на подлинность. Смотрите, просто, вы же тоже сдаете, да? Вот, и здесь, значит, вот он. Квадратик. Так, 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 квадратик. Вот, и все читается. Обувь, кожа, кто производитель. Мы можем с помощью программы «Честный знак» увидеть прохождение товара от производителя до потребителя. За отсутствие маркировки также будут наказывать рублем. С 1 ноября проверять на подлинность будут шины и автомобильные покрышки. А это значит, что рейды народных контролеров будут продолжаться. Дарья Бугаева, Григорий Волков, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова